Мы сегодня в программе «Болячки» говорим о муковисцидозе. Да, мы говорили о больных муковисцидозом. Хочу сказать, они умственно полностью полноценны. Муковисцидоз не заразен. По статистике, этот ген имеется у каждого 30-го человека. То есть довольно часто встречается. То есть муковисцидоз считается одним из самых часто регистрируемых наследственных заболеваний. Да, из этих пациентов вырастают. Да, вырастают. Вырастают прекрасные музыканты, художники. Танцоры. Нет, танцоры нет. Почему? Соленые очень. Материя разъедает. С голым торсом. Кстати, а вот смотрите, соль, когда выпадает соль на кожу. А как это, там моются чаще? Да, стряхивают просто. Или стряхивают, как инвалид делает иногда. Нет, когда уже виден соляной имей, это довольно такое серьёзное состояние. А он не на бровях соляной имей. Нет, Лёша, это называется перхоть. Нет, на коже. На бровях же вам говорят, перхоть. То есть при концентрации... Перхоть на бровях это перебор. Да. Друг у меня есть. Диагностика. Нет, Виктория, у вас точно нет. Только не живут с этим. В следствии недостатка или... В следствии недостатка или полного отсутствия одного из ферментов. Мне не обижают. Трепсина, которая... Трепсины. Трепсин, который участвует... Три собаки, значит. Три собаки, три весёлых друга. Которая участвует в пищеварении. А... Как... Фекалии новорожденного. Они называются... Они называются меконии. Ой, вот. А я думала, это просто фекалии, почему меконии. Нет, у... Вот выделение новорожденного называется меконии. Меконии. А у Докнера уже... Живно по-другому всё. Перейди на Федота. Поскольку не происходит нормального процесса пищеварения, меконий становится очень плотным, вязким. Ну, поскольку не идёт активного пищеварения, меконий становится плотным. Ну, твёрдая порода выходит сюда. Вот именно, что не выходит. Он скапливается в кишечнике и, соответственно... А потрясти можно человеку, чтобы выпал меконий? Нет, нельзя. То есть... Меконий скапливается и вызывает кишечную непроходимость. Красиво звучит, да? Хорошо. Ну, давайте, дорогая, здесь меконий забери.